Вести Карачаева, Черкесия С рабочей поездкой Карачаева Черкесию посетил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Российской Федерации, генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Арестов. В формате двусторонней встречи Арестов с главой региона Рашидом Тимрезовым рассмотрели вопросы реализации полномочий ведомства на территории Карачаевой Черкесии и взаимодействия с органами государственной власти. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей, которые помогут повысить уровень доступности, качество работы и степень общественного доверия. «Благодарю Дмитрия Васильевича за поддержку и тесное взаимодействие. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет плодотворным, активным и на благо как Карачаевой Черкесии, так и всей России», написал в своем телеграм-канале глава Республики Рашид Тимрезов. В Черкесии состоялось торжественное открытие нового административного здания управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой Черкесской Республике. В церемонии приняли участие глава Республики Рашид Тимрезов, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов, главный судебный пристав Республики Рамазан Урусов и личный состав управления. Почетные гости в торжественной обстановке перерезали символическую красную ленту, после чего Рашид Тимрезов и Дмитрий Арестов осмотрели здание. Во время осмотра глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов и директор ФССП России Дмитрий Арестов оставили памятную запись в книге почетных гостей. Почетные гости поздравили личный состав с открытием нового здания. Мы с вами присутствуем на знаменательном событии – открытии административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой Черкесской Республике. Этот день, несомненно, войдет в историю управления службы в целом. Было приложено немало усилий для того, чтобы осуществить этот переезд. Я очень рад, что теперь вы, наши сотрудники, будете выполнять свои служебные обязанности в достойных условиях. Я также хочу искренне вас поздравить с новосельем. На самом деле, очень большое, просторное, красивое здание. Дмитрий Васильевич, хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда держали на контроле строительство, выделение средств, качество строительства. Уверен, что все это пойдет во благо дальнейшему служению наших сотрудников, нашему отечеству, Карачаево-Черкесской Республике. Ведь от вашей службы очень многое зависит и для нашей с вами родной республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с вице-премьером Республики Ириной Гербековой и руководителем Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Сергеем Бескокотовым по вопросу профилактики распространения коронавируса. На совещании было отмечено, что в регионе на сегодняшний день наблюдается небольшой, но ежедневный рост выявленных случаев коронавирусной инфекции. Ирина Гербекова и Сергей Бескокотов сообщили, что данный тип инфекции не отличается тяжелым течением заболевания, в основном сопровождается общей респираторной симптоматикой. При этом есть и случаи госпитализации пациентов. Представители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаево-Черкесии смогут пройти обучение основам социокультурного проектирования и основам управления в некоммерческом секторе в культуре. В рамках творческой лаборатории школы культурного форума регионов России. В прошлом году мастера приезжали к нам и дали огромный толчок в развитии. За прошедшие полгода республика получила более 10 миллионов рублей. По результатам работы в Карачаево-Черкесии планируют создать площадку для комплексного развития потенциала негосударственных организаций. Комментирует информацию директор образовательного центра «Гражданское общество» и социальные коммуникации Ольга Оставьева. Прежде всего их ожидает знакомство с региональными и локальными практиками. То есть то, что есть уже, создано, то, что работает, то, что позволит им самим организовать или структурировать какие-то уже существующие, так сказать, у них наработки. Более того, подумать о своих собственных брендах, научиться проектированию, подавать проекты. Причем сегодня существует множество разных фондов, и это же замечательно. Но для того, чтобы получить поддержку, нужно правильно ее оформить. Нужно, во-первых, понимать и согласовать свои задачи, локальные задачи, задачами федеральной государственной культурной политики. Ну и, конечно, свои собственные локальные территориальные задачи. СПАРТАК Министерство внутренних дел Республики Предупреждает, что 20 августа въезд на территорию парка культуры и отдыха «Зеленый остров» будет закрыт с раннего утра и до позднего вечера. В МВД посоветовали жителям и гостям Республики заранее продумать свой маршрут. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берега укрепительных сооружений планируется завершить к концу 2022 года в четырех муниципалитетах Республики. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4 тысяч человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруп и ремонт дамб на реке Тиберда. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии Республики Диана Качкарова. В рамках празднования столетия Республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп – это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И, понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. Карачаево-Черкесская республика вошла в топ-5 регионов Северокавказского федерального округа по доступности отдыха по программе туристического кэшбэка осенью этого года. Рейтинг составил портал бронирования санатории России.РФ. В топ-5 вошли также Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня. Программа осеннего туристического кэшбэка стартует 25 августа. Продажи туров продлятся до 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря этого года. На курорте Архиз началось строительство линейной опоры новой канатной дороги, которая будет отвозить туристов на высоту 3014 метров. В небе Архиза сегодня кружат вертолеты. Это означает, что наши строители приступили к самому сложному этапу строительства линейной опоры номер 8 новой канатной дороги, рассказали в прислужбе компании Кавказ.РФ. Погода в горах непредсказуема, поэтому к выполнению работ подключены настоящие профессионалы своего дела, подчеркнули в компании. У строящейся канатки есть имя «Орбита». Она будет отвозить на высоту 3014 метров прямо на хребет Абишира-Хуба, к самой высокой смотровой курорта. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом рассказал заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественного горнолыжного тура индустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале www.nashengory.rf. В Черкесске проведут капитальный ремонт кровли 20 многоквартирных домов и замене 33 лифта. В Республиканском центре до конца года по программе капремонта отремонтируют 44 многоквартирных дома. Из них 20 будет капитально отремонтирована кровля, в 10 домах замене 33 лифта, рассказали в мэрии Черкеска. Следует отметить, что Черкесск ежегодно показывает высокий уровень собираемости взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Этот показатель в городе за 7 месяцев текущего года составил почти 100%. В Железноводске прошел 50-й юбилейный инфорум Союза журналистов России. Это уже традиционный обучающий интенсив федерального уровня, в рамках которого руководители и редакторы крупнейших российских СМИ и медиаплатформ проводят мастер-классы и дают профессиональные советы своим региональным коллегам. Участники встречи в Железноводске сошлись на том, что инфорум направлен не только на поиск новых решений, но и на то, чтобы разобраться, что происходит сегодня с новостным контентом. Эту тему озвучил в своем выступлении председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Против нашей страны сейчас работает огромная пропагандистская машина. На нашей аудитории обрушивается невероятное количество фейков, специальной военной пропаганды. И в этой ситуации мы подумали о том, что стоило бы соединить компетентность журналистов, экспертов и представителей власти, чтобы вот в таком формате обсудить все, что происходит. И из этого понять, каким образом общаться с нашей аудиторией. В рамках акции «Все для победы» 84-летний пенсионер из Черкесска Генрих Каменев перечислил две трети своей пенсии воинским подразделениям и жителям Луганской и Донецкой народных республик. Всего в рамках акции жители и трудовые коллективы организации республики уже перечислили более 6 миллионов рублей. Представители Народного фронта в Карачаево-Черкесии помогли обратившемуся к ним пенсионеру добраться до ближайшего отделения Сбербанка, где пенсионер и перечислил средства. В акции принимают участие как рядовые жители региона, так и представители организаций и предприятий республики. Всех их объединяет одно – желание помочь бойцам Донбасса в общей борьбе за мирную жизнь. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Всё для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам Донецкой и Луганской народных республик, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в республике Зураба Бимурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено федеральным законом о страховых пенсиях, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда республики Анна Шаганова. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6564 рубля 31 копейка. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12.7 КОАП РФ «Управление транспортным средством водителям, не имеющим право управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов». Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 Прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 Прим. 7 Коап РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии Нальчики впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ-Мьюзик-фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаево-Черкесии Ринат Джанибеков. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26-31, в горах до 23 градусов. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 29 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии. Техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж, улица Октябрьская, 56, телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов! Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!